Санкционная война. Москва ответила высылкой дипломатов на принятие Конгрессом нового закона об ограничениях против России. Германию угрожает теперь уже Америке ответными мерами. На что в этой ситуации рассчитывает Трамп? Все детали знает Дмитрий Анопченко. Дональд Трамп без сомнения подпишет новый закон о санкциях. И рассчитывает, это поможет в первую очередь урезонить Россию в отношении ее действий в Украине. Признался прессе вице-президент Пенс. Он сейчас с визитом в Таллине. Президент дал ясно понять, дестабилизирующая деятельность России и поддержка непризнанных режимов, их деятельность в Украине неприемлема. И президент честко продемонстрировал, что скоро подпишет санкции, введенные Конгрессом США, чтобы усилить их. В то же время наши намерения понятны. Мы рассчитываем, что поведение России изменится. И президент и я по-прежнему очень надеемся, что мы увидим иное поведение российских властей в отношении Украины. Но пока что все наоборот. Москва ввела ответные санкции, попросив 755 сотрудников американских посольств и консульств в России покинуть страну. Это политическое сокращение штата без сомнения осложнит работу посольства Америки в Вашингтоне. Бывший посол США в Москве Майкл Макфол так и вовсе сейчас прогнозирует, мол, россиянам теперь придется ждать свою американскую визу долгими неделями, а то и месяцами. В Госдепартаменте говорят, пока что думают над ответом. В то же время свой ответ на новые санкции неожиданно решила дать Германия. Министр экономики страны Бригитта Тюприс уже пригрозила штатам ответными мерами. Дескать, американцы не могут штрафовать немецкие предприятия за то, что те занимаются бизнесом в другой стране. И хоть торговые войны и не хотят, будут настаивать на контрмерах, предложив Еврокомиссии их ввести. Понятно, что происходящее способно серьезно осложнить, и без того непростые отношения между Вашингтоном и Берлином. В Белом доме это отлично понимают, вот только сделать ничего не могут. Дональд Трамп сейчас, по сути, заложник Конгресса. Стоит ему не подписать, не ввести в действие новый закон о санкциях, за него это без проблем. Сделают законодатели, да еще и виноватым выставят. Поэтому в Белом доме новая команда, с одной стороны, сдержана. Говорит о необходимости санкций, с другой, намекает прессе, мол, не все еще потеряно. Нью-Йорк Таймс написала со ссылкой на источник в Белом доме, мол, там не теряют надежды на улучшение отношений с Россией. Но, судя по всему, Конгресс будет очень жестко пресекать любые попытки это сделать. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Субтитры создавал DimaTorzok